Москва. 22 места среди городов мира по численности населения, крупнейший русскоязычный город в мире. Центр московской городской агломерации. Историческая столица Великого княжества Московского, Русского царства, Российской империи, в 1728-1732 годах, Советской России и СССР. Город-герой. В Москве находятся федеральные органы государственной власти Российской Федерации, за исключением Конституционного суда, посольства иностранных государств, штаб-квартиры большинства крупнейших российских коммерческих организаций и общественных объединений. Расположена на западе России, на реке Москве в центре Восточной Европейской равнины, в междуречии Оки и Волге. Как субъект федерации, Москва граничит с Московской и Калужской областями. Москва – популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Она является важнейшим транспортным узлом, город обслуживают шесть аэропортов, десять железнодорожных вокзалов, три речных порта, имеется речное сообщение с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов. С 1935 года в Москве работает метрополитен. Москва – спортивный центр страны. В 1980 году в Москве прошли 22-летние Олимпийские игры, а в 2018 году город стал одним из хозяев Чемпионата мира по футболу. Этимология. Название города происходит от названия реки. Этимология гидронима Москва точно не установлена. В последнее время широкое распространение среди специалистов получили гипотезы о балтийском, славянском происхождении названия реки. В славянской и балтийской версиях исконным значением слова было «жидкий», «топкий», «сырой», «слякотный». В версии о финно-угорском происхождении выводят объяснения из разных языков, из коми-маска «корова», «телка», из мирянского маска, «медведь», из прибалтийско-финского муста, «черный», «темный». В данный момент у этой версии очень мало сторонников. Лингвист М. Фасмер назвал неудачными попытками этимологии из финно-угорского, В.П. Неразнак признает их малообоснованными. Возражения объясняются следующими фактами. Не учитывается древнейшая форма иконима, зафиксированная в источниках «москов». Несостоятельность объяснения гидронима «Москва» из языка коми, коми никогда не жили на территории, близкой к течению этой реки. Марийская «маска», заимствована из русского слова «мечка», «самка-медведя», в XIV-XV веках. Непоследовательность этимологии из прибалтийско-финского состоит в том, что каждая часть названия объясняется из разных языков, удаленных друг от друга, муста, из финского, ва, из коми. Физика-географическая характеристика. Географическое положение. Москва находится в центре Восточноевропейской равнины, в междуречии Оки и Волги, на стыке Смоленско-Московской возвышенности, на западе, Москворецко-Окской равнины, на востоке, и Мещерской низменности, на юго-востоке. Город располагается на русской плите, входящей в состав Восточноевропейской платформы, к северу и северо-востоку от Москвы находится Московская Синеклиза, крупнейшая депрессия центральной части Восточноевропейской платформы. Территория города по состоянию на 1 января 2014 года составляет 2561,5 квадратный километр, примерно треть этой площади, 878,7 квадратного километра, находится внутри кольцевой автомагистрали, МКАД. Москва находится в часовой зоне МСК, московское время. Смещение применяемого времени относительно UTC составляет плюс три часа. В соответствии с применяемым временем и географической долготой средний солнечный полдень в Москве наступает в 12 часов 30 минут. Наивысшая точка находится на Теплостанской возвышенности и составляет 255 метров, самая низкая точка, вблизи Бесединских мостов, где река Москва покидает город, высота этой точки над уровнем моря составляет 114,2 метра. Город располагается на обоих берегах реки Москвы, в ее среднем течении. Помимо этой реки, на территории города протекает несколько десятков других рек, притоков Москвы, наиболее крупные из которых – Сходня, Химка, Пресня, Неглинная, Яуза и Нищенко, левые притоки, а также Сетунь, Котловка и Городня, правые притоки. В Москве много и других водоемов, в пределах МКАД около 150 малых рек и ручьев, многие из которых протекают в коллекторах, а также около 240 открытых водоемов, прудов и озер. Климат Климат Москвы – умеренно континентальный, с четко выраженной сезонностью. Зима – период со среднесуточной температурой ниже 0 градусов Цельсия, в среднем длится около 4 месяцев, со второй декады ноября – 12 ноября, до второй декады марта – 19 марта. Дневная температура устойчиво возвращается к положительным значениям 3 марта. В период календарной зимы могут отмечаться непродолжительные – 3-5 дней – периоды сильных морозов, с ночной температурой ниже минус 20 градусов Цельсия, редко до минус 25, минус 30 градусов Цельсия, ежегодный среднестатистический минимум в зимний период составляет минус 23,5 градуса Цельсия. При этом в декабре и начале января часто оттепели, когда температура с минус 5, минус 10 градусов Цельсия поднимается до 0 градусов Цельсия и выше, иногда достигая значений в плюс 5, плюс 9 градусов Цельсия. По данным метеостанции ВДНХ, за период 1991-2020 годов, самым холодным месяцем года является январь, его средняя температура составляет минус 6,2 градуса Цельсия. Весенние сезоны по продолжительности варьируются год от года и могут составлять от 1 до 3 месяцев. Иногда практически летние температуры регистрируются в начале апреля, в то же время в конце мая, начале июня случаются возвраты холодов. Лето, период с дневной температурой выше плюс 20 градусов Цельсия и среднесуточной выше плюс 15 градусов Цельсия, длится около трех с половиной месяцев, с третьей декады мая, 23 мая, до конца августа, 31 августа, дневная температура нередко достигает 30-ти градусной отметки, в среднем 6-8 дней за сезон, в 2010 году, непрерывно полтора месяца. 35-ти градусная отметка за последние 30 лет достигалась 18 раз, из них 16, в 2010 году. Самым теплым месяцем является июль, его средняя температура за период 1981-2010 годов составляет плюс 19,2 градуса Цельсия. Осень в Москве затяжная, наступает с началом сентября, заканчивается в середине ноября, начале декабря, когда среднесуточная температура становится устойчива ниже нуля градусов Цельсия. Нередко температура после начала метеорологической зимы возвращается к положительным значениям, полностью сходит снежный покров. Среднегодовая температура в городе по наблюдениям 1991-2020 годов составляет плюс 6,3 градуса Цельсия. Самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице стал 2020 год, среднегодовая температура составила плюс 8 градусов Цельсия, среднесуточный максимум, плюс 11,5 градусов Цельсия, при этом впервые в истории метеонаблюдений среднемесячная положительная температура зафиксирована в январе. Ранее самым теплым был 2019 год, тогда средняя температура составила плюс 7,8 градуса Цельсия, и при этом средние положительные температуры по месяцам зафиксированы в том числе и в марте, ноябре и декабре. Самым холодным в столице остается 1888 год, плюс 1,7 градуса Цельсия. По наблюдениям 1961-1990 годов, среднегодовая температура составляла плюс 5 градусов Цельсия. Среднегодовая скорость ветра – 2,3 метра в секунду. Среднегодовая влажность воздуха – 77%, в декабре достигает 85%, в мае опускается до 64%. Самая высокая температура воздуха за 130-летний период наблюдений была отмечена 29 июля 2010 года и составила плюс 38,2 градуса Цельсия на метеостанции ВДНХ, плюс 39 градусов Цельсия на метеостанции «Балчук» в центре города и в аэропорту Домодедово в период аномальной жары. Самая низкая температура была зарегистрирована 17 января 1940 года и составила минус 42,2 градуса Цельсия, метеостанция ТСХ, на опорной метеостанции Москвы ВДНХ, абсолютный минимум составил минус 38,1 градуса Цельсия, январь 1956 года. За год в Москве и прилегающей к ней территории выпадает 600-800 мм атмосферных осадков, из них большая часть приходится на летний период. Уровень осадков изменяется в достаточно большом диапазоне, и возможно как их большое количество, например, в июле 2008 года, 180 мм осадков, так и малое, например, в июле 2010 года выпало всего 13 мм осадков. Продолжительность светового дня колеблется от 7 часов 00 минут 21 декабря до 17 часов 34 минут 21 июня. Максимальная высота Солнца над горизонтом – от 11 градусов 21 декабря до 58 градусов 21 июня. Среднегодовое количество часов солнечного сияния – 1731 час, в среднем за период 2001-2010 составило более 1900 часов. Нередким явлением на территории Москвы являются туманы и грозы. Время от времени в Москве происходят такие аномальные погодные явления, как ураганы, сильные ливни и даже смерчи. В ночь с 20 на 21 июня 1998 года на столицу обрушился один из самых разрушительных ураганов в истории города. Растительность По площади зеленых насаждений Москва сопоставима с самыми «зелеными» городами мира – Сиднеем и Сингапуром. В Москве насчитывается 436 парковых и озелененных территорий. Зеленые насаждения занимают 54,5% от площади города. В Москве есть такие лесные и парковые массивы, как Измайловский парк, Тимирязевский парк, Филевский парк, Лесопарк, Москворецкий парк, Люблинский парк, Бутовский лесопарк, Ботанический сад, Нескучный сад, Битцевский лесопарк, Музеи-заповедники Царицыно и Коломенское, Кузьминский лесопарк, Лесопарк Кускова и другие. Также в пределах города находится часть природного национального парка «Лосиный остров», множество скверов и рекреационных зон. Животный мир Фауна Москвы разнообразна. Например, в национальном парке «Лосиный остров» водятся не только белки, ежи и зайцы, но и более крупные дикие животные, такие как кабаны лось, пятнистые олени. Водятся и хищники, лисица, норка и горностай. Гнездятся в верхнеяусской части лосиного острова дикие утки и цапли, водятся редкие фазаны и серые куропатки. Со времен Ивана Грозного лосиный остров находится под специальной охраной, сначала как место царских охот, а с 1983 года, как природный национальный парк. В Битцевском лесу также обитает много диких животных, ежи, бурозубки и даже летучие мыши, столь редкие в столице, зайцы, беляк и русак, полевка, ласки, белки. Заходят из Подмосковья лось и кабан. Выводят птенцов утки, гнездится коростель. В Москве обитает такое редкое животное, как орешниковая соня. В Москве ее убежища найдены в Битцевском лесу, Лосиноостровском лесопарке, Измайловском лесу. Редок также черный хорь, он живет в долинах рек, по берегам которых перемежаются лес, лук и заросли кустарника. Стационарное обитание установлено в нескольких местах города, у Черного озера, в долине Эр, Сходне, а также в Крылатской и Братеевской поймах, в период с 1985 по 2000 годы. Зайцев в Москве можно найти в Измайловском лесу, Кузьминском лесопарке, в Битцевском лесу и Серебряном бору. Ласок, в лесных массивах, Лосиный остров, Измайловский, Кузьминский, Бирюлевский, Битцевский, Филикунцевский лесопарках, в долинах рек, Рудневки, Черный, Алешинки, Чечоры, Ситуни, Раменки, Братовки, Сходни, Клязьмы, в поймах, Маринской, Братеевской, Мневниковской, Сходнинской Чаши, а также на западном берегу Химкинского водохранилища. Существует Красная книга Москвы, в ней перечислены редкие и исчезающие на территории Москвы виды животных. В ней упоминаются еж обыкновенный, лесной нетопырь, горностай и ласка, заяц беляк и заяц русак, орешниковая соня и лесная мышовка, обыкновенный хомяк. Самый крупный хищник в Москве, обыкновенная лисица, обитает в парке Лосиный остров, Кузьминском лесопарке, Битцевском лесу и других. Среди птиц обитают большая и малая выпь, серая утка, обыкновенный гоголь, болотный лунь, перепелятник, сапсан и пустельга, рябчик и лысуха, чибис, бекас и вальдшнеп, чайки, малая, озерная, сизая, вяхер и обыкновенная горлица, ушастая и болотная совы, домовый сыч, голубь, воробей и вороны. А также обыкновенный козадой и зимородок, серый и зеленый дятлы и даже береговая ласточка. Экология. На экологическую ситуацию Москвы влияет преобладание западных и северо-западных ветров в городе. Качество городских водных ресурсов лучше на северо-западе города, выше по течению Москвы-реки. Важным фактором улучшения экосистемы города является сохранение и развитие скверов, парков и деревьев внутри дворов, пострадавших в последние годы от точечной застройки. Экологический мониторинг в Москве осуществляют 39 автоматических стационарных станций, контролирующих содержание в воздухе 22 загрязняющих веществ и его общий уровень загрязнения. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечается вблизи крупных автомагистралей и промышленных зон, особенно в центре, в восточной и юго-восточной частях города. Наивысший уровень загрязнения воздуха в Москве наблюдается в районах Капотня, Косино-Ухтомский и Марьино, из-за расположенного в черте города Московского нефтеперерабатывающего завода, Люберецкой и Курьяновской станции аэрации. Среди источников загрязнения Москвы на первом месте стоят выхлопные газы автотранспорта. В воздух загрязняют также теплоэлектростанции, фабрики и заводы, испарение раскаленного асфальта. По версии консалтинговой компании Mercer, Москва признается одной из самых загрязненных столиц Европы. Так, в рейтинге за 2007 год Москва заняла 14 место по уровню загрязненности среди столиц мира. История. СМ, также, исторические фотографии Москвы. Первые поселения Возраст Москвы точно неизвестен. Первые поселения возникли на территории Москвы в эпоху неолита, около 8000 лет до Н.Э. В Царицинском парке обнаружено поселение среднего бронзового века фатьяновской культуры, также поселения эпохи бронзы известны в окрестностях Боровицкого холма. С конца первого тысячелетия Н.Э. в районе современной Москвы поселились славяне, вятичи и кривичи. Вятичи составляли основную часть первоначального населения Москвы. Археологические раскопки, проведенные в районе Кремля, свидетельствуют, что в XI веке там уже существовало поселение, защищенное валом и рвом, что позволяет его отнести к городам. Первым летописным упоминанием является указание эпатиевской летописи на пятницу 4 апреля 1147 года, когда Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с Новгород-Северским князем Святославом Ольговичем. В 1156 году здесь были построены новые деревянные укрепления. Общая территория увеличилась в 3-4 раза. В новгородской берестяной грамоте XII века Москва упомянута как Кучков. Самая древняя кириллическая надпись на территории Москвы выявлена на каменной форме для отливки металлических грузиков, найденной под 14-м корпусом Кремля в культурном слое конца XII – I – III – XIII века. В 1237-1238 годах, во время монголо-татарского нашествия на Русь, Москва была разграблена и сожжена, однако ее вскоре восстановили. Москва – столица княжества. Во второй половине XIII века при князе Данииле Александровиче, младшем сыне Александра Невского, Москва стала центром самостоятельного удельного княжества. Расположение города на пересечении торговых путей способствовало его росту и возвышению. В начале XIV века владения Москвы расширились, к ним были присоединены Коломенское и Можайское княжества. В XIV веке происходит дальнейшее возвышение Москвы в качестве нового общерусского центра. Начиная с Юрия Даниловича московские князья носили титул «Великий князь Владимирский», сетавшийся верховным в пределах северо-восточной Руси и Новгорода. В 1325 году в Москву была перенесена резиденция митрополитов, а в 1589 году была учреждена Московская патриархия. При князе Иване I Даниловиче Калите в Москве развернулось масштабное строительство, появились первые каменные здания, до той поры город был полностью деревянным. В XIV – начале XV века Москва была крупным торговым и ремесленным городом, в ее состав входили территории Кремля, Китай города, Ислобод в Замоскворечье, Занеглимине и Заяузье. Русское царство Столица единого русского государства В конце XV века при князе Иване III Васильевича Москва становится столицей русского государства. Новый статус способствовал росту города и становлению экономическим и культурным центром страны. Развивалась промышленность и ремесла, производство оружия, тканей, кожевенных, гончарных, ювелирных изделий, строительное дело. Появились пушечные и печатные дворы. Больших высот достигла московская архитектура. Границы Москвы значительно расширились, к концу XVI века в ее состав вошли территории Белого города и земляного города. Была создана система оборонительных сооружений. В XIV-XVIII веках в Москве несколько раз происходили крупные восстания и пожары. В 1565 году после разделения царем Иваном Грозным русского государства на опричнину и земщину город стал центром последней. В период смутного времени В 1605 году в Москву вступили войска самозваного царя Лжедмитрия I. Власть самозванца в городе пала в 1606 году, в ходе народного восстания он был убит жителями Москвы. С 1608 по 1610 год в правление нового выбранного царя Василия Шуйского Москва находится в осаде войск второго самозванца Лжедмитрия II, обосновавшегося лагерем в Тушине. В этот период сообщение Москвы с остальной частью государства было затруднено. Осада была снята подходом к Москве со стороны Новгорода. В марте 1610 года, войск Михаила Скопина-Шуйского со шведскими наемниками. В 1610 году после поражения войск Василия Шуйского, в Клушинской битве, Москву заняли польские войска Станислава Жалкевского. Попытки в 1611 году освободить город от поляков первым земским ополчением, под руководством Прокопия Ляпунова, Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого, не увенчались успехом. В 1612 году войска 2-го земского ополчения, во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, вышли из Нижнего Новгорода и 22 октября, 4 ноября, в битве на Девичьем поле, разбили польские войска. Освободили Москву от поляков, вынудив в конце 1612 года, их гарнизон капитулировать в Кремле и покинуть Москву. В первое столетие правления династии Романовых В Москве в 1613 году был помазан на царство Михаил Федорович, положивший начало более чем 300-летнему правлению династии Романовых. В 17 веке в черту Москвы окончательно входит земляной город, достраивается и приобретает современный вид московский Кремль. Появились Ямская, Мещанская и Немецкая Слобода. Приобретает большое значение царская резиденция Коломенская. В 1654 году при аптекарском приказе организовано обучение учеников лекарского дела. Середина и вторая половина 17 века ознаменовалась в Москве рядом социальных и политических бунтов, соляным, медным, стрелецкими 1682 года и 1698 года. Российская империя. После потери столичного статуса. В 1712 году статус столицы России был передан Санкт-Петербургу. В 1728 году при Петре II в Москву был перенесен императорский двор, который находился здесь до 1732 года, когда Анна Иоанновна вернула его обратно в Санкт-Петербург. Москва сохранила статус первопрестольной «столицы» и была местом коронации императоров. Данный титул применяется для подчеркивания исторического старшинства Москвы как города, в котором впервые появился престол русского царя. В словаре Ф. Абракгауза и Аефрона Москва называется «первопрестольной столицей России». Толковый словарь С. Иожигова и Н.Ю Шведовой трактует слово «первопрестольный» как обозначение старейшей столицы. Термин широко применяется в настоящее время во всех сферах общественной жизни как синоним и неофициальное название Москвы. В 1755 году Михаилом Ломоносовым и Иваном Шуваловым по приказу императрицы Елизаветы основан Московский университет. Во время Отечественной войны 1812 года Москва оказалась захвачена войсками Наполеона и сильно пострадала от пожара. По разным оценкам, в результате московского пожара сгорело до 80% зданий. Процесс восстановления Москвы длился более 30 лет, был построен храм Христа Спасителя. К концу XIX века в Москве появился трамвай. В 1851 году было открыто железнодорожное сообщение Москвы с Санкт-Петербургом. В 1896 году в ходе мероприятий, приуроченных к коронации императора Николая II, на Ходынском поле произошла крупная давка со значительным количеством жертв, получившая название «Ходынская трагедия». В декабре 1905 года в Москве произошли революционные волнения и уличные баррикадные бои. События 1917 года и Гражданская война В середине августа 1917 года в Москве проходило Всероссийское государственное совещание, созванное Временным правительством. 25 октября, 7 ноября, 1917 года, одновременно с началом штурма Зимнего дворца в Петрограде, началось московское вооруженное восстание большевиков, которому, в отличие от восстания в Петрограде, в Москве было оказано упорное сопротивление. Противники восстания, среди которых преобладали юнкера московских военных училищ, объединились в Комитет общественной безопасности и заняли Кремль, чтобы противодействовать нападающим. Противостояние завершилось кровопролитными боями между юнкерами и красногвардейцами, которые продолжались в городе с 25 октября по 2,15 ноября 1917 года и привели к повреждениям исторического центра Москвы и Кремля стрельбой артиллерии. В 1918 году в Москву из Петрограда переезжает правительство большевиков и Москва становится столицей РСФСР. В начале второй половины 1919 года антибольшевистские организации Москвы, руководимые национальным центром, осуществляют попытки организовать восстание в городе с целью свержения советской власти, которая и терпит неудачу. Многие члены подпольных антисоветских организаций Москвы расстреляны органами ВЧК в ходе мероприятий красного террора. В рамках своего похода на Москву в Сюр в октябре 1919 года приблизились к Москве на 280 километров, Мценск. Большевики готовились к переходу на нелегальное положение и начали эвакуацию в Вологду, однако их ударной группе удалось нанести белым удачный контрудар под орлом. Советский период С победой большевиков в 1920 году в Гражданской войне, началась новая, советская эпоха в развитии города. В советское время Москва вновь стала центром государства, увеличилось международное политическое значение города. Москва застраивалась быстрыми темпами, к городу присоединялись бывшие пригороды. В то же время историческая застройка центра города подверглась выборочному уничтожению, был разрушен ряд храмов и монастырей, в числе которых были храм Христа Спасителя, Страстной монастырь. В 1922 году Москва стала столицей СССР. В городе началось быстрое развитие транспортной инфраструктуры. Так, в 1924 году в Москве открылось автобусное движение, в 1933 году был запущен первый троллейбусный маршрут, а в 1935 году для пассажиров открылась первая линия метрополитена. После введения в эксплуатацию канала имени Москвы и поднятия уровня воды в Москве-реке, часть городской территории возле Москвы-реки оказалась затопленной. В частности, под воду ушли участки бывшего Дорогомиловского и примыкающего к нему еврейского кладбищ. Постановлением Президиума в ЦИК, об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения, от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года была образована Центрально-промышленная область с центром в городе Москве. В 1931 году два крупных города РСФСР, Москва, 16 июня, и Ленинград, 3 декабря, были выделены в отдельные административные единицы, города республиканского подчинения РСФСР. В годы индустриализации в Москве быстрыми темпами развивается сеть высших и средних технических учебных заведений. В 30-е годы в Москве была создана целая сеть научно-исследовательских и проектных институтов технического профиля. Подавляющее большинство из них входило в систему Академии наук СССР. В это время в городе также развиваются средства массовой информации, издается много газет, с 1939 года организовано регулярное телевизионное вещание. В это время притворяется в жизнь генеральный план реконструкции Москвы, предполагавший коренную перестройку всего города и его городского хозяйства. На месте разрушенного храма Христа Спасителя начинает строиться самое большое в мире здание – Дворец Советов, однако из-за войны планам по его строительству не суждено было сбыться. Население растет стремительными темпами, если в 1917 году оно составляло 1 854 400 человек, то в 1939 году – 4 215 532 человек. Во время Великой Отечественной войны в городе располагались ГКО и Генеральный штаб РККА, было сформировано народное ополчение – свыше 160 тысяч человек. Зимой 1941-1942 годов произошла знаменитая битва под Москвой, в которой советские войска одержали первую крупную победу над вермахтом с момента начала Второй мировой войны. В октябре 1941 года немецкие войска подступили вплотную к Москве, многие промышленные предприятия были эвакуированы, началась эвакуация правительственных учреждений в Куйбышев. 20 октября 1941 года в Москве было введено осадное положение. Но, несмотря на это, 7 ноября на Красной площади состоялся военный парад, войска с которого отправлялись прямо на фронт. В декабре 1941 года наступление немецкой группы армий «Центр» под Москвой было остановлено, в результате успешного контрнаступления советских войск под Москвой немецкие войска были отброшены от столицы. 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся парад Победы. В 1952-1957 годах было проведено строительство высотных зданий, впоследствии получивших название «сталинских высоток» и ставших одним из символов Москвы советской эпохи. В 1960 году сформировалась новая граница Москвы по МКАД, за которую город стал выходить только в 1984 году. В конце 1960-х – начале 1970-х годов центр города вновь подвергся серьезной перестройке. Ради расширения существующих улиц, строительства новых магистралей и типовых многоэтажных панельных домов были снесены некоторые архитектурные памятники Москвы. В 1957 году и 1985 году в Москве прошли соответственно ВИА и 12 по счету Всемирные фестивали молодежи и студентов. В 1980 году Москва принимала 22-летние Олимпийские игры. Современность. 19 и 22 августа 1991 года в городе произошел «Августовский путь», организованный ГКЧП. К 1993 году конституционно-государственный кризис, возникший в результате противостояния президента и парламента, достиг своей кульминации. 3-4 октября 1993 года произошли попытка захвата телецентра «Останкино» и расстрел здания Верховного совета «Белого дома». Затем в городе произошли значительные перемены. В 1995 году были утверждены новые официальные символы столицы, герб, флаг и гимн города. Началось восстановление храмов, строительство полномасштабной копии взорванного большевиками храма Христа Спасителя. В конце 1990-х – начале 2000-х годов город впервые столкнулся с угрозой международного терроризма. В Москве произошло несколько террористических актов. Начало 2000-х ознаменовалось капитальным архитектурным преобразованием. Город серьезно перестраивается, строятся многоэтажные офисные здания, современная транспортная инфраструктура, элитное жилье, возник новый деловой центр, район – Москва-Сити. В то же время отмечается, что этот «строительный бум» приводит к разрушению исторического облика города, уничтожению архитектурных памятников и сложившейся городской среды. Серьезную проблему представляет недостаточно развитая транспортная инфраструктура, приводящая к автомобильным пробкам и перегруженности общественного транспорта. Меры по созданию выделенных полос для общественного транспорта, строительство новых автомобильных эстакад и развязок, усиление контроля за движением, камеры автоматической видеофиксации нарушений, работа эвакуаторов, организация парковочного пространства, по мнению мэра Москвы, СС Собянина, привели к ускорению движения на 12% в 2016 году, по сравнению с периодом пятилетней давности. До 2010 года Москва имела статус исторического поселения, однако приказом Министерства культуры РФ от 29 июля 2010 года номер 418-339 город был этого статуса лишен. С 90-х годов 20-го столетия активно обсуждался проект объединения Москвы и Московской области. Летом 2011 года появился более конкретный проект расширения территории Москвы и ее децентрализации за счет присоединения юго-западных территорий. Этот проект, так называемая «Новая Москва», или «Большая Москва», был реализован летом 2012 года. В 2018 году Москва в числе других 11 городов приняла чемпионат мира по футболу. К этому событию в городе построено несколько важных спортивных и инфраструктурных объектов. Награды. Звание «Город-герой» получено 8 мая 1965 года с вручением медали «Золотая звезда» и Ордена Ленина, за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися столицей СССР города Москвы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и вознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Орден Ленина, 6 сентября 1947 года, за выдающиеся заслуги трудящихся Москвы перед Родиной, за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, за успехи, достигнутые в развитии промышленности, культуры и осуществлении генерального плана реконструкции города, в связи с 800-летием города Москвы. Орден Октябрьской революции, 4 ноября 1967 года, вознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Органы власти Власти Москвы Согласно Конституции Российской Федерации, Москва является самостоятельным субъектом федерации, так называемым городом федерального значения. Исполнительную власть в Москве осуществляет правительство Москвы во главе с мэром, законодательную, Московская городская дума, состоящая из 45 депутатов. С 2006 по 2012 год прямые выборы мэра не проводились в связи с изменениями в уставе города Москвы, мэр назначался указанием президента. Первые прямые выборы со времен голосования 2003 года должны были пройти после окончания срока действовавшего городоначальника в 2015 году, однако, в связи с его отставкой по собственному желанию, они состоялись уже в сентябре 2013 года. Управление на местах осуществляется посредством 11 префектур, объединяющих районы Москвы в административные округа по территориальному признаку, и 125 районных управ. Согласно закону, об организации местного самоуправления в городе Москве, с начала 2003 года исполнительными органами местного самоуправления являются муниципалитеты, представительными органами, муниципальные собрания, члены которых избираются в соответствии с уставом внутригородского муниципального образования. Принципы функционирования органов законодательной и исполнительной власти Москвы, а также органов местного самоуправления в городе определяются уставом города Москвы и иными нормативными актами города. Федеральные органы власти. В Москве как в городе, наделенном Конституцией РФ столичными функциями, находятся законодательные, исполнительные и судебные федеральные органы власти страны, за исключением Конституционного суда РФ, который с 2008 года располагается в Санкт-Петербурге. Высший исполнительный орган власти, правительство Российской Федерации, находится в Доме правительства РФ на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Государственная дума заседает на охотном ряду. Совет Федерации располагается в здании на Большой Дмитровке. Верховный суд Российской Федерации также находится в Москве. Кроме того, Московский Кремль является официальной резиденцией президента Российской Федерации. Рабочая резиденция президента в Кремле располагается в здании Сенатского дворца. Административно-территориальное деление. Территориальными единицами Москвы являются районы, поселения и административные округа, имеющие наименование и границы, закрепленные правовыми актами города. Административный округ – территориальная единица города Москвы, образуемая для административного управления соответствующей территорией, включает в себя несколько районов или поселений Москвы. Границы административного округа не могут пересекать границ районов и поселений. Район – образуется с учетом исторических, географических, градостроительных особенностей соответствующих территорий, численности населения, социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территории. Поселение – территориальная единица Москвы, образуемая на территориях, включенных в состав Москвы в ходе реализации проекта по расширению ее территории с 1 июля 2012 года, образование, преобразование и упразднение районов и поселений, присвоение им наименований, установление и изменение их границ осуществляются Московской городской думой по представлению мэра Москвы, а административных округов – мэром Москвы. До 1 июля 2012 года в Москве было 125 районов и 10 административных округов. С 1 июля 2012 года, после расширения территории Москвы, были образованы два новых административных округа – Новомосковский и Троицкий, а в их составе 21 поселения. Москва разделена на 12 административных округов – Центральный, Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный, Зеленоградский, Новомосковский, Троицкий. Последние три полностью расположены за пределами МКАД. Зеленоградский административный округ является эксклавом, со всех сторон он окружен территорией Московской области, на юго-востоке граничит с городским округом Химки, во всех остальных направлениях – Солнечногорским районом Московской области. В свою очередь, округа Москвы, кроме Новомосковского и Троицкого, делятся на районы, всего в Москве 125 районов. Несколько районов Москвы являются эксклавами. Управление округами осуществляют окружные префектуры, районами, районные управы. Новомосковский и Троицкий округа состоят из таких новых территориальных единиц Москвы, как поселения. В границах же этих поселений созданы такие внутригородские муниципальные образования, как поселение и городской округ. Округа находятся под управлением общей префектуры. Официальная символика Герб, флаг и гимн Москвы – официально утвержденные символы города. Герб и флаг Москвы представляют собой темно-красный геральдический щит и прямоугольное полотнище с изображением всадника «Святого Георгия Победоносца», поражающего черного змея. Гимном города Москвы является музыкально-поэтическое произведение, созданное на основе песни Исаака Осиповича Дунаевского на стихи Марка Самойловича Лисянского и Сергея Ивановича Агранина «Моя Москва». Население Численность населения Численность населения Москвы составляет 12 655 050 человек, 2021. По данным Росстата, в Москве проживает 8,6% населения России. По «Росписному списку» переписной книги города Москвы 1638 года. В 1638 году в Москве жило около 200 тысяч человек. К началу XVIII века численность населения Москвы немного уменьшилась и по «Ревизским сказкам» составляла, в 1710 году около 160 тысяч человек, в 1725 году 140, 150 тысяч, в 1740 году – 138,4 тысячи, в 1776 году – 161 тысяча человек. Перед войной 1812 года в Москве жило 270 тысяч человек, а после ее окончания – 215 тысяч. В результате миграционного прироста в середине XIX века население Москвы увеличилось, в 1840 году – 349,1 тысячи человек, в 1856 году – 368,8 тысячи, в 1868 году – 416,4 тысячи человек. Существует сложность в определении численности московского мегаполиса в зависимости от подходов к определению ее границ, учитывать только ближайшие пригороды, пригородную зону в радиусе 60-70 километров от МКАД или весь московский столичный регион – МСА. В зависимости от определения границ численность московского мегаполиса на начало 2008 года оценивалось в 13-15 миллионов человек при численности населения в административных границах Москвы в 10,5 миллионов человек – 7,4% населения России. В настоящее время активнее всего миграционный прирост идет не в Москве, а в ближайшем к Москве поясе городов и районов Московской области. Специалисты спорят, является ли этот процесс началом субурбанизации или, наоборот, экстенсивного расширения Москвы на новые территории. Москва – крупнейший город России по количеству жителей и самый населенный из городов, полностью находящихся в Европе. Московское произношение является произносительной нормой русского литературного языка. По режиму воспроизводства населения Москва близка к европейским столицам, но по численности и плотности населения близка к перенаселенным столичным центрам развивающихся стран. По площади Москва близка к Берлину, Нью-Йорку, Большому Лондону и Большому Парижу. Плотность населения Москвы сравнима с Тегераном, Киншасой, Манилой и меньше плотности населения Мумбаи, Богаты, Лимы. Учет мигрантов. Постоянный рост населения Москвы объясняется в основном притоком населения из других регионов. Официальные данные о населении города учитывают только постоянно проживающих горожан. По данным управления ФМС по Москве, в 2008 году официальным учетом зарегистрировано еще 1 миллион 800 тысяч приезжих, трудовых мигрантов и гастарбайтеров, студентов и других, а также в городе, по оценкам экспертов на 2009 год, находится еще около 1 миллиона незарегистрированных мигрантов. По результатам всероссийской переписи населения 2002 года численность населения Москвы составила 10 миллионов 382 тысячи 754 человек. По официальным данным текущего статистического учета, население города на 1 сентября 2012 года составило 11 911,1 тысячи человек. По предварительным итогам переписи 2010 года на октябрь 2010 года 11 миллионов 643 тысячи 60 человек постоянно проживают в Москве и лишь 30 тысяч человек временно пребывают в столице, 1,2 миллиона москвичей по разным причинам отказалась участвовать в переписи. Управление Федеральной миграционной службы по городу Москве сообщило, что постоянную регистрацию в Москве имеют 9 060 тысяч человек, временную регистрацию – 1100 тысяч человек, на миграционном учете стоят также 340 тысяч иностранцев. От 600 до 800 тысяч российских граждан, по оценкам специалистов у ФМС, проживают в Москве без регистрации в органах ФМС. Рождаемость Москва имеет особую модель рождаемости в силу следующих причин – особая социальная структура населения в виде большой доли людей с высшим образованием и более высоким по сравнению с остальной Россией уровнем доходов, высокого миграционного прироста преимущественно в виде молодого населения с высоким репродуктивным потенциалом, развитой социальной инфраструктурой в виде высокого качества и доступности услуг здравоохранения и образования. Итоговая детность приезжих выше, чем коренных москвичей. С 2000-х годов рождаемость в Москве росла, причем более быстрыми темпами по сравнению с остальной Россией, за 10 лет с 1999 по 2009 годы в Москве она выросла в 1,73 раза, тогда как по России в целом в 1,45 раза. В Москве рожают не только жители Москвы, но и иногородние, что завышает показатели рождаемости в статистике среди москвичей. Этнический и религиозный состав. В начале XIX века, накануне войны 1812 года, в Москве 92% были православными, а 8% приверженцами других религий. В 1871 году и 1882 году религиозный состав Москвы выглядел следующим образом, православные и единоверцы, 92,84 и 91,71%, протестанты, 2,05 и 2,28%, раскольники, 2,72 и 2,21%, иудеи, 0,88 и 2%, католики, 1,24 и 1,23%, магометане, 0,17 и 0,26%, армяне-грегорианцы, 0,10 и 12%, остальные, 0,02%, не обозначены 0,17%. По языковому составу в 1881 году доля москвичей, говорящих на русском языке, 95,6%, а в 1882 году, 94,5%, на польском, 0,60 и 0,60%, финском, 0,02 и 0,05%, латышском, 0,03 и 0,03%, литовском, 0,06 и 0,03%, иврите, 0,94 и 1,61%, татарском, 0,15 и 0,24%, армянском, 0,10 и 0,12%, французском, 0,34 и 0,29%, немецком, 1,82 и 2,02%, английском, 0,12 и 0,10%, итальянском, 0,03 и 0,02%, нидерландский язык, 0,01 и 0%, на других языках, 0,04 и 0,04%, не ответили на этот вопрос, 0,14%. По переписи 1897 года, в городе жили представители следующих народов, русские, 987 тысяч, 95%, немцы, около 18 тысяч, поляки, 9 тысяч, евреи, около 5 тысяч, татары, 4,3 тысячи. По переписи 1926 году, русских в Москве насчитывалось 1772 тысячи человек, 87,4%, евреев, 131 тысяча, 6,5%, татар, 171 тысяча, и украинцев, 161 тысяча. В период с 1912 по 1926 годы доля русских уменьшилась на 7,8%, в 1912 году, 95,3%, доля немцев сократилась на 0,9%, поляков, на 0,2%, но увеличилась численность евреев, на 6,1%, украинцев, на 0,6%, татар, латышей, армян, на 0,3%. С 1926 по 1939 годы доля русских не изменилась, незначительно сократилась доля евреев, с 6,5 до 6%, но удельный вес украинцев повысился с 0,8% до 2,2%, татар, с 0,8% до 1,4%, армян, с 0,2% до 0,3%. С 1939 по 1959 годы увеличился удельный вес русских, с 87,4% до 89,5%, уменьшился удельный вес евреев, с 6 до 4,1%, понизилась доля немцев, поляков, представителей народов Прибалтики, мордвы, азербайджанцев, грузин, но увеличилась доля татар, до полутора процентов, украинцев и белорусов. С 1970 по 1989 годы увеличилась доля русских, с 89,2% до 89,7% украинцев, с 2,6% до 2,8% татар, с 1,6% до 1,8% белорусов, народов Кавказа, Средней Азии, мордвы, чувашей и дыре, но сократилась доля евреев, с 3,6% до 2%, народов Прибалтики. В 1989 году в Москве проживали, русские, 7,963,246, украинцы, 252,670, евреи, 174,728, татары, 157,376, белорусы, 73,005, армяне, 43,989, мардва, 30,916, азербайджанцы, 20,727, грузины, 19,608, чуваши, 18,358, узбеки, 9,183, казахи, 8,225, осетины, 7,270, молдаване, 6,997, поляки, 6,920, башкиры, 5,417, немцы, 4,670, латыши, 3,896, корейцы, 3,693, греки, 3,586, литовцы, 3,243, Ассирийцы, 3,196, киргизы, 3,044, таджики, 2,893, болгары, 2,641, удмурты, 2,600, марийцы, 2,490, лесгины, 2,434, чеченцы, 2,101, туркмены, 2,093, эстонцы, 1,801, аварцы, 1,706, буряты, 1496, таты, 1292, абхазы, 1286, цыгане, 1284, кабардинцы, 1275, арабы, 1261, карелы, 1245, испанцы, 1219, комизыряне, 1141, вьетнамцы, 1052, лакцы, 913, даргинцы, 891, венгры, 838, горские евреи, 776, якуты, 771, кумыки, 727, ингуши, 685, карачаевцы, 624, чехи, 605, кубинцы, 597, адыгейцы, 490, финны, 471, каракалпаки, 402, балкарцы, 399, черкесы, 374, китайцы, 372, гагаузы, 352, хакасы, 316, коми-пермяки, 307, монголы, 301, караимы, 283, румыны, 270, афганцы, 263, крымские татары, 239, итальянцы, 235, сербы, 227, представители народов Индии и Пакистана, 223, курды, 209, тувинцы, 195, словаки, 159, уйгуры, 159, абазины, 145, турки, 137, персы, 126, французы, 117, прочие этнодисперсные группы, всего 42, не больше 100 человек. С 1989 по 1994 год увеличилась доля русских с 89,7 до 90,5%, доля татар увеличилась с 1,8 до 1,9%, армян с 0,5 до 0,7%, но уменьшилась доля украинцев с 2,8 до 2,4%, белорусов, с 0,8 до 0,7% и евреев с 2 до 1,5%. После распада СССР резко выросли размеры нелегальной миграции, поэтому получить достоверные данные о бытноконфессиональном составе москвичей очень трудно. Например, по оценкам экспертов МВД в 2002 году в 9-миллионной тогда столице было от 0,9% до 3 миллионов нелегальных мигрантов. По мнению экспертов численность некоторых этнических групп изменилась в несколько, а в некоторых случаях в десятки раз. Речь идет о закавказских, армянах, азербайджанцах, грузинах, центральноазиатских, таджиках, таджикских цыганах, люли, афганцах, южноазиатских, китайцах, корейцах, этнических группах, строительных рабочих из Молдавии и с Украины, а также жителях республик Северного Кавказа, особенно чеченцах и дагестанцах. В отличие от Запада, в Москве нет ярко выраженных районов этнического расселения, хотя по мнению столичной прессы на юго-западе Москвы преимущественно селятся армяне, в Измайлове – азербайджанцы, в Мариной роще – грузины, в Очакове и в районе метро – автозаводская, китайцы, в районах метро – Савеловская, Домодедовская, Планерная, выходцы из Юго-Восточной Азии, в ближайшем Подмосковье в дачных поселках – таджики, а таджикские цыгане – люли, ставят таборы вокруг московской кольцевой автодороги. С 1989 по 2002 год этнический состав Москвы изменился следующим образом, доля русских снизилась с 89,7% в 1989 году до 84,8% в 2002 году, Украинцев – с 2,8% до 2,4%, татар – с 1,8% до 1,6%, евреев – с 2% до 0,8%, но одновременно увеличилась доля армян – с 0,5% до 1,2%, азербайджанцев – с 0,2% до 0,9%, грузин – с 0,2% до 0,5%. Национальный состав населения Москвы, согласно переписи населения 2002 года и переписи населения 2010 года, распределен следующим образом, русские – 9,930,410, 91,65%, украинцы – 154,104, 1,42%, татары – 149,043, 1,38%, армяне – 106,466, 0,98%, азербайджанцы – 57,123, 0,53%, евреи – 53,142, 0,49%, белорусы – 39,225, 0,36%, грузины – 38,934, 0,36%, узбеки – 35,595, 0,33%, таджики – 27,280, 0,25%, Молдаване – 21,699, 0,20%, киргизы – 18,736, 0,17%, Мар-2 – 17,095, 0,16%, чеченцы – 14,524, 0,13%, Чуваши – 14,313, 0,13%, осетины – 11,311, 0,10%, лица, не указавшие национальность – 668,409, 5,81%. Процент русских в Москве превышает средний показатель по России – 80%, также доля армян и евреев более высоки по сравнению со среднероссийскими – 0,78% и 0,16% соответственно. Доля русских возросла с момента переписи 1989 года, когда они составляли 89,7%. Экономика. Москва – крупнейший в общероссийском масштабе финансовый центр, международный деловой центр и центр управления большой частью экономики страны. Так, например, в Москве сосредоточено около половины банков из числа зарегистрированных в России. Кроме того, большая часть крупнейших компаний зарегистрированы и имеют центральные офисы именно в Москве, хотя их производство может быть расположено за тысячи километров от нее. По состоянию на ноябрь 2019 года из 200 крупнейших предприятий страны 104 зарегистрированы в Москве, Москва – крупный центр, зарегистрированных штаб-квартир, но не производство – машиностроения, в том числе и энергомашиностроения, станка, суда, приборостроения, черной и цветной металлургии, производство алюминиевых сплавов, химической, легкой, полиграфической промышленности. Однако в последнее время наблюдается тенденция к смене юридических адресов, налоговой регистрации, крупных производителей. По данным на 2008 год, по объему ВВП – 321 миллиард долларов США, Москва находилась на 15 месте среди крупнейших городов мира, промышленное производство за 2007 год в Москве выросло на 11,5%. На территории города действует значительное количество предприятий оборонной промышленности, среди них – Государственный космический научно-производственный центр имени МВ Хруничева. Производство компании РСК, МИК, третьистребителей ВВС РФ разработаны и производится РСК, МИК, штаб-квартира, предприятие концерна ПВО, Алмаз-Антей, крупнейший, Алмаз, Альтаир, Авангард, штаб-квартира и некоторые НИИ, Тушинский машиностроительный завод, Банкрот, ракетостроительная МКБ, Вымпел, Московское машиностроительное предприятие имени ВВ Чернышева, из гражданских производств наиболее крупные, Московский нефтеперерабатывающий завод, крупный производитель, в том числе и на экспорт, нефтепродуктов, Автофрамос предприятие по сборке легковых автомобилей Ренолт около 60 тысяч в год, на территории бывшего АЗЛК, электрозавод, крупный производитель электротрансформаторов и реакторов, МОСЭлектрощит, производитель электрических распределительных устройств, Карачаровский механический завод, производство подъемного оборудования, завод, МОСКабель, Московский нефтемаслозавод, Трехгорная мануфактура, Банкрот, Московский судостроительный и судоремонтный завод, Мосхимформ препараты имени Н.А.Симашко, Красный Октябрь, кондитерская фабрика, закрыто, производство перенесено на территорию Бабаевской кондитерской фабрики, в городе имеется сильная научная и технологическая база по производству оптика и радиоэлектронных приборов, авиационной и космической аппаратуры, высокоточных механических приборов, Москва является крупнейшим в стране инженерным центром, Здесь проектируется значительная часть российской продукции, особенно авиационной, космической, ядерной и вооружения, разрабатываются технологии ее изготовления, исследуются материалы, оборот розничной торговли в 2007 году составил 2040,3 миллиарда рублей, Рост по отношению к 2006 году, 5,1%, оборот оптовой торговли, в свою очередь, составил 7843,2 миллиарда рублей, рост к 2006 году, 22,3%, объем платных услуг к населению, 815,85 миллиарда рублей, это 24% от объема услуг по всей России, По данным компании, Ernst & Young, за 2011 год, Москва занимает седьмое место среди европейских городов по инвестиционной привлекательности, причем U-рейтинг растет, в городе работают 6 операторов сотовой связи, Три из которых предоставляют услуги в стандартах GSM, UMTS, 3G, ELTE, MTS, Megafon, Beeline, один в стандартах UMTS и LTE, Tel2, оставшиеся два предоставляют беспроводной интернет в стандарте LTE, Yota, и Skylink, оба эти оператора не являются независимыми и принадлежат, Megafon и Tel2, соответственно. На базе сетей некоторых из вышеперечисленных операторов работают виртуальные операторы, по данным, 2011, журнала Forbes, Москва занимает первое место среди городов мира по числу долларовых миллиардеров, 79 человек. Журнал Foreign Policy ставит Москву в 2010 году на 25 места глобальных городов, вносящих значительный вклад в развитие мировой цивилизации. Тем не менее, по рассчитанному Росстатам в 2011 году индексу стоимости жизни Москва оказалась не самым дорогим городом России, уступив целому ряду сибирских и северных городов. В 2012 году Москва заняла первое место в рейтинге качества городской среды, составленном Министерством регионального развития РФ, Российским союзом инженеров, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Московским государственным университетом М.В. Ломоносова. В 2018 году Москва приняла 12 матчей Чемпионата мира по футболу, что стало дополнительным драйвером экономики инфраструктуры. В 2018 году предприятия малого и среднего бизнеса пополнили бюджет Москвы на 473 миллиарда рублей. С 2015 года общий объем налоговых поступлений от них увеличился на 46%. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина рост малого бизнеса вызван тем, что в Москве создана необходимая для него инфраструктура, доступная аренда помещений и недорогой интернет. Транспорт. Москва – крупнейший транспортный узел страны. Город находится в самом центре паутины железных дорог и федеральных автомагистралей. Объем пассажирских перевозок в Московском транспортном узле по оценке на 2013 год составляет 11,5 миллиардов человек. Внутри города развиты многие виды общественного транспорта. С 1935 года работает метрополитен, общественным транспортным осуществляется 76% пассажирских перевозок. Железнодорожный транспорт. Железнодорожная сеть в Москве представлена 10 основными направлениями с 10 вокзалами, с 8 вокзалов – Белорусского, Казанского, Курского, Киевского, Ленинградского, Повелецкого, Рижского и Ярославского – осуществляется как пригородное. Так и дальнее сообщение, Савеловский вокзал обслуживает только пригородные перевозки, а восточный – только дальние перевозки, Московской окружной железной дорогой, несколькими соединительными ветвями и рядом ответвлений, в основном однопутных, относительно небольшой длины, основная часть из которых полностью находится в черте города. Все железные дороги Москвы относятся к Московской железной дороге, кроме Ленинградского направления, относящегося к Октябрьской железной дороге, которая тоже входит в Московский железнодорожный узел, имеет при этом ССВ с некоторыми направлениями Московской железной дороги. При этом цены и правила оплаты проезда в пригородных электропоездах одинаковы на всех направлениях без исключения, согласно правилам Московской железной дороги. В 1990-е, 2000-е годы ряд железнодорожных веток, обслуживавших промышленные предприятия, был закрыт в связи с выводом этих предприятий из города или серьезным сокращением объемов производства. Общая протяженность железных дорог в пределах города – 394,7 километра. Пригородные поезда, связывающие вокзалы Москвы с населенными пунктами Московской и близлежащих областей, играют существенную роль и во внутригородских перевозках. Крупным проектом по развитию пассажирского железнодорожного сообщения в Москве стала организация на Малом кольце Московской железной дороги, частично интегрированной с метрополитеном линии пассажирского железнодорожного транспорта, получившей название «Московское центральное кольцо». Новым подобным проектом, развивающим принцип интеграции железнодорожных перевозок с метрополитеном, являются московские центральные диаметры, первые два из которых открылись в ноябре 2019 года. Воздушный транспорт. На территории Москвы находятся международные аэропорты Внуково и Остафьево. Также жители и гости города пользуются услугами других международных аэропортов, расположенных на территории Московской области, Домодедово, Чкаловский, Шереметьево, Жуковский. В 1933-2010 годах воздушные суда гражданской авиации принимал аэропорт Быково, ныне используемый лишь как ведомственный вертолетный порт. Добраться до аэропортов можно не только на автотранспорте, но и воспользовавшись экспрессами, отправляющимися с железнодорожных вокзалов, Киевского, до аэропорта Внуково, Белорусского, до аэропорта Шереметьево и Повелецкого, до аэропорта Домодедово. В городе действовал аэровокзал в районе Ходынского поля, однако с начала 21 века он, фактически, утратил свое прямое назначение, его помещения были сданы арендатором под торговые площади. В ноябре 2017 года бывшее здание аэровокзала было снесено. Автомобильный транспорт. Москва является центром сети федеральных автомагистралей различных направлений, которые соединяют столицу с административными центрами субъектов Российской Федерации и городами сопредельных государств. В самой Москве имеется развитая транспортная инфраструктура, содержащая в частности три транспортных кольца, Садовая, Третья транспортная и Московская кольцевая автомобильная дорога, МКАД. Планируется строительство центральной кольцевой автомобильной дороги, ЦКАД, в Подмосковье для разгрузки города от транзитного транспортного потока. Пробки. Начиная с 1990-х годов Москва столкнулась с острой транспортной проблемой. В Москве продолжается бурный рост автомобильного парка, если в 2000 году в городе насчитывалось 2,6 миллиона автомобилей, то 2012 году, уже 4,5 миллиона, свыше 380 автомобилей на тысячу жителей, ожидаемый показатель среднегодовой рост до 2020 года, 4%. Увеличился также объем грузовых перевозок автомобильным транспортом в городе. В год через Москву перевозится около 10 миллиардов тонн грузов, из них около 4 миллиардов тонн приходится на транзитные грузоперевозки. Значительный рост автопарка привел к возникновению большого количества дорожных заторов. Были приняты некоторые меры по сокращению числа пробок, такие как запрет на въезд в город большегрузных машин, строительство новых развязок и тому подобное. Автомобильные пробки влекут за собой огромные убытки. Росту пробок способствовали градостроительные ошибки. Правительство города предприняло ряд попыток разрешить проблему пробок путем дорожного строительства. Так, была реконструирована кольцевая автодорога, построено третье транспортное кольцо, в 2008 году началось строительство четвертого кольца. В 2016 году для увеличения скорости движения на дорогах была внедрена адаптивная система работы светофоров. Автоматическое переключение светофорных режимов зависит от загруженности трассы. Такие системы действуют на четырех магистралях, Пятницкое шоссе, Улица Свободы, Шереметьевская улица и Алтуфьевское шоссе. К концу года количество магистралей с автоматической системой управления светофорами увеличилось до 20. В 2017 году произошло сужение полос на Каширском шоссе от Пролетарского проспекта до улицы Борисовские пруды, это позволило сделать пять полос, вместо четырех. По данным Департамента транспорта Москвы, в апреле 2016 года в часы пик проходимость этого участка составляла 3,7 тысячи машин, после расширения увеличилось на 19%, 4,4 тысячи. Сужение произошло также на перекрестке проспекта Вернацкого и Тропаревской улицы, интенсивность потока возросла на 15% с 3,5 тысяч машин до 4,1 тысячи. Число полос увеличили на участке Липецкой улицы МКАД до Липецкого путепровода, проходимость увеличилась на 33%. Изменения затронули также Каширское, Алтуфьевское, Воробьевское, Бесединское шоссе, Волгоградские и Ленинградские проспекты, Большую Тульскую, Липецкую, Люблинскую и Широкую улицы, проезд Дежнева. Создано несколько новых поворотов и разворотов для сокращения перепробегов. С начала 2018 года на дорогах Северного административного округа и на МКАД заработали дополнительные информационные мониторы, транслирующие сообщения о загруженности дорог, ограничениях движения, установке новых камер фотовидеофиксации, необходимости соблюдения ПДД, расчетном времени пути до ближайших точек, до МКАД, третьего транспортного кольца, угнанных автомобилях, погодных условиях. Парковка. Остается нерешенной проблема недостаточного количества парковок. В сентябре 2010 года руководитель Департамента транспорта и связи Василий Кичоджи сообщил, что, в городе существует 250 тысяч парковочных мест, в то время как в местах нуждаются 1,2 миллиона машин. Ранее были попытки введения платных парковок на городских улицах, однако 10 сентября 2008 года было принято решение, согласно которому автомобили можно парковать вдоль обочин бесплатно. Платными остались парковки на вокзалах, в аэропортах и в нескольких специально выделенных зонах городского центра. Для решения проблемы в жилых районах была организована программа «Народный гараж», однако ее реализация затягивается. В 2012 году к проекту организации платных парковок решено было вернуться. По мнению властей, решению транспортной проблемы способствует вводимое с июля 2012 года значительное повышение штрафов за нарушение правил парковки, ввод платы за парковку на улицах центральной части города. Учреждением, отвечающим за платные муниципальные парковки, стал ГКУ, администратор Московского парковочного пространства, АМПП. С 1 ноября 2012 года по 28 февраля 2013 года на улицах Петровка и Каретный ряд, а также на прилегающих переулках были введены первые платные парковки. Плата за использование парковочного места за час составляла 50 рублей. Парковка во дворах была бесплатная. 1 июня 2013 года стали появляться платные парковки внутри Бульварного кольца. Стоимость парковки в этой зоне составляла 50 рублей. С 5 декабря 2013 года стоимость парковки внутри Бульварного кольца возросла до 80 рублей. С конца 2013 года зона платной парковки расширилась до Садового кольца, цена парковочного места в этой зоне составила 60 рублей в час. С 1 июня 2014 года платные парковки появились в районе ММДЦ, Москва-Сити. В этой зоне в Москве впервые был применен прогрессивный тариф. Стоимость первых-вторых часов парковки составила 80 рублей, за каждый последующий час – 130 рублей. С августа 2014 года зона платного паркинга расширилась до третьего транспортного кольца, включая придомовые территории, дворы. В этой зоне вошли улицы следующих районов – Пресненский, Арбат, Тверской, Дорогомилово и Хамовники. С сентября 2014 года в центре Москвы было оборудовано 27 539 парковочных мест. На территории платных зон бесплатная парковка была разрешена многодетным семьям и инвалидам, а также мотоциклам и электромобилям. 25 декабря 2014 года внутри третьего транспортного кольца была организована новая зона платных парковок. Платная парковка появилась на 405 улицах в следующих районах – Хамовники, Тверской, Беговой, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Марьино-Роща, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Южнопортовый, Замоскворечье, Якиманка, Донской, Даниловский, Лефортово. С 10 августа 2015 года на 75 улицах внутри бульварного кольца был введен прогрессивный тариф на парковку. Для круглосуточной бесплатной парковки можно приобрести абонемент, а для жителей домов, которые живут в домах в зонах платной парковки, предусмотрены льготные условия. В 2017 году нидерландская компания TomTom вручила Москве премию за организацию парковочного пространства по итогам ежегодного отчета Трафик-Индекса воздействия заторов. После ввода современной системы управления парковками в городе время поиска парковочного места уменьшилось на 65%. Согласно данным компании, в 2013 году Москва занимала первое место среди городов с самыми загруженными дорогами, в 2015 году – 5-е, а в 2016 году столица заняла 13 позицию. Каршеринг. В Москве действует система каршеринга – краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или почасовой тарификацией. Каршеринг является альтернативой личному автомобилю, с помощью этого сервиса удается снизить плотность транспорта на дорогах и парковочном пространстве. По данным Департамента транспорта, один автомобиль в системе каршеринга способен заменить 10 личных. Стоимость аренды автомобиля зависит от оператора, в среднем составляет 7-11 рублей за минуту. Преимущество каршеринга состоит в том, что не надо тратить средства на парковку, бензин, мойку автомобиля и его содержание. По состоянию на 2020 год, в систему московского каршеринга входят 8 операторов – Дилимобиль, Е-Драйв, Белкокар, Ринтми, Левкар, Карусель, Яндекс, Драйв, Матрешка. Первый каршеринговый сервис в столице предложила в 2013 году компания «Ситикар», вышедшая под брендом «Они Тайм». С 2017 года Департамент транспорта Москвы субсидирует каршеринговые компании. Наземный городской транспорт В Москве действует разветвленная сеть уличного общественного транспорта, маршрутов автобусов, электробусов, трамваев, маршрутных такси, которые перевозят около 12 миллионов пассажиров ежедневно. Некоторые маршруты работают и в ночное время. В начале 20 века в Москве активно развивалась трамвайная сеть, в начале 1930-х годов она охватывала оба бульварные и садовые кольца и все соединяющие их улицы, были проложены линией и на окраины. После открытия в 1935 году первых линий метрополитена были сняты трамвайные линии, совпадающие с ними по направлению. Более радикальные изменения произошли в 1940-х годах, когда некоторые трамвайные маршруты были заменены на троллейбусные и убраны от Кремля. К 1960-1970-х годах были ликвидированы линии в западной части города и разорваны «трамвайные кольца». С начала 1980-х годов строительство новых линий почти не велось. Последней в 1981-1982 годах была построена линия в Строгино. С середины 1990-х началась новая волна снятия трамвайных линий и закрытия депо, в основном прилегающих к центру. С 2010-х началось частичное восстановление некоторых линий. До августа 2020 года в Москве действовала сеть троллейбусов, многие годы – крупнейшая в мире. Троллейбусный транспорт был частично заменен электробусами, частично – автобусами. Формальная причина закрытия – освобождение улиц от нависающей контактной сети, физический износ парка троллейбусов и моральное устаревание концепции троллейбусного транспорта. Сейчас в городе существует лишь один – музейный маршрут, растянувшийся от Комсомольской площади до Илоховской. Общественный транспорт часто вынужден стоять в общих пробках, но на крупных магистралях создаются выделенные полосы. Первая выделенная полоса открыта в июле 2009 года на Волоколамском шоссе, в 2011 году на Щелковском шоссе, Ярославском шоссе, проспекте Андропова и Ленинградском проспекте. По состоянию на июль 2020 года в эксплуатацию введено 65 выделенных полос общей протяженностью 350,82 километра. Происходит также обновление подвижного состава трамваев и автобусов, они становятся низкопольными для того, чтобы в них удобнее было проезжать инвалидам и людям с колясками. С 2014 года в наземном общественном транспорте разрешен провоз велосипедов. 8 октября 2016 года была официально запущена первая очередь маршрутной сети «Магистраль». Это программа оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в центральных районах города. Маршруты сети «Магистраль» соединяют центр, проспекты и окраины Москвы. Большинство маршрутов – это измененные существующие рейсы. Проект реализован Департаментом транспорта Москвы. 7 октября 2017 года запущена вторая, последняя, очередь – «Магистрали». С начала 2017 года открыты выделенные полосы на воздвиженке и на сретенке, благодаря чему ускорилось движение по некоторым маршрутам сети. Пересадки стали более удобными. Построен большой пересадочный узел на Славянской площади. Стали появляться длинные пересадочные павильоны с персональными местами посадки для каждого маршрута. Остановки оснащены зарядной станцией для гаджетов и бесплатным Wi-Fi. Возле выходов из метро появились указатели остановок. На самих остановках – карты сети «Магистраль», которые подсвечиваются в темное время суток. В ноябре 2017 года Департамент транспорта Москвы начал процесс оборудования наземного транспорта валидаторами с бесконтактной оплатой проезда. Для бесконтактной оплаты пассажиры могут воспользоваться банковскими картами, поддерживающими технологии PayPasses и PayWave, а также смартфонами с функцией Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay. При таком способе оплаты проезд составит 40 рублей, что на 15 рублей дешевле покупки транспортной карты у водителя. Число маршрутов, на которых можно оплатить проезд с помощью банковской карты постоянно растет. Московский метрополитен С 15 мая 1935 года в Москве работает метрополитен, являющийся основным средством передвижения в пределах столицы. В среднем московское метро перевозит 6,498 миллиона пассажиров в день, по данным за 2016 год. Это шестая по годовому пассажиропотоку система метро в мире и первая в Европе. Общая протяженность линии московского метрополитена – 408,1 километра, большая часть пути и станций находится под землей. По протяженности линии московский метрополитен занимает четвертое место в мире. Всего по состоянию на сентябрь 2020 года в московском метро действует 232 станции и 14 линий, без учета монорельса, МЦК и МЦД. Многие станции метро являются памятниками архитектуры. Начиная с 2000-х годов линии метрополитена начали выходить за пределы МКАД. С 14 октября 2013 года в московском метрополитене функционирует Центр обеспечения мобильности для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в передвижении, маломобильные граждане с нарушениями слуха, зрения, функции опорно-двигательного аппарата, граждане социальной категории, а также организованные группы пассажиров, в том числе и детские группы до 11 лет. Сопровождение осуществляется по всему маршруту следования, вход на станцию, передвижение в лифте, по лестницам, эскалаторам и платформам станций, в вагонах поездов, на выходе со станции. В 2018 году московский метрополитен совместно с АО «Москва-Медиа» и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы запустили систему онлайн-информирования пассажиров с помощью экранов, установленных в вагонах поездов. На экраны выводится информация об изменениях в работе общественного транспорта, в случае нештатной ситуации появляется сообщение на ярком желтом фоне и алгоритм действий пассажиров в каждом конкретном случае. К сентябрю 2018 года планируется оснастить 1896 вагонов 8720 экранами. К чемпионату мира по футболу 2018 в московском метрополитене и на МЦК провели масштабную программу по обновлению навигации. Специальными значками отмечены стадион «Спартак» и большая спортивная арена «Лужников», место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр. В мае 2018 года в метрополитене появились карта «тройка» и брелоки с функцией «тройка», дизайн которых посвящен чемпионату мира, российский триколор и залетающий в ворота футбольный мяч. Московский монорельс С 2004 года работает монорельсовая дорога, обозначается порядковым номером 13, эксплуатация которой ведется силами ГУП, московский метрополитен. Московское центральное кольцо 10 сентября 2016 года открылось пассажирское движение по московскому центральному кольцу, МКМЖД, которое с 1934 года использовалось только для грузовых и транзитных перевозок. Линия является железнодорожным кольцом, состоящим из 31 станции, но позиционируется как полноценная 14 линия метрополитена. Характер движения на московском центральном кольце представляет собой городскую электричку, частично интегрированную с московским метрополитеном, пересадки и система оплаты проезда. Также московское центральное кольцо интегрируют с пригородными направлениями поездов, для чего некоторые железнодорожные станции переносят непосредственно к станциям МЦК. Большая кольцевая линия 26 февраля 2018 года состоялось открытие первой «северо-западной» части Большой кольцевой линии, будущей второй подземной кольцевой Московского метрополитена. Завершить строительство оставшихся участков и замкнуть линию в кольцо планируется к концу 2022 года. С 2018 года ведутся работы по строительству транспортно-пересадочных узлов, ТПУ, на Большой кольцевой линии. Всего планируется построить 22 ТПУ. По состоянию на апрель 2018 года, уже действует переход между станцией «Шелепиха», «БКЛ» и одноименной станцией МЦК. В состав ТПУ также войдут многофункциональный комплекс с торговыми помещениями и офисами, парковка и остановки наземного общественного транспорта. Следующим узлом, который объединит станции «БКЛ» и МЦК, станет ТПУ «Рязанская». Пассажиры также смогут пересесть на Некрасовскую ветку, Горьковское направление МЖД или наземный транспорт. Речной транспорт. Благодаря системе каналов, построенных в составе великих строек коммунизма, Москва с советских времен была известна как «порт Пяти морей» – Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Черного. От северного и южного речных вокзалов ходят круизные теплоходы, соединяющие Москву с Санкт-Петербургом, Астраханью, Ростовом-на-Дону и другими городами России. В период навигации на Москве-реке работают несколько маршрутов речного трамвая. Грузовые причалы имеются в северном, западном и южном речных портах. Грузовые речные перевозки по Москве-реке в основном обеспечивают доставку различных насыпных грузов строительного характера. В южном порту имеется крупный контейнерный терминал. Велосипедный транспорт По статистике, в Москве более 3,5 миллионов велосипедов. Однако первая велодорожка появилась в столице только в 2011 году. К 2013 году протяженность велотрассы достигла 100 километров, включая в себя многокилометровые маршруты такие как от улицы Барклая через парк «Фили» до станции метро «Крылатская» 8 километров, и от парка «Музеон» до парка «Победы» 16 километров. Летом работают городские велопрокатные станции, спонсируемые «Банком Москвы», а также частные прокатные службы. Единый городской велопрокат начал работу в Москве в 2013 году. Тогда было организовано 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Ежегодно до 2019 года к сети добавляется по 50 новых станций и 500 велосипедов. По состоянию на 2018 год, в Москве работает 430 станций, на которых размещено 4,3 тысячи велосипедов и 260 электробайков. Новые велосипедные дорожки планируется проложить на территории возле Черного озера в районе Некрасовка. Общая протяженность веломаршрута вокруг озера составит около 5 километров. Наука. Москва – крупный мировой научный центр, представленный научно-исследовательскими институтами, работающими во многих отраслях, такими как ядерная энергетика, микроэлектроника, космонавтика и другие. В настоящее время в Москве работает треть ученых России. Они выпускают около 40% научных публикаций. По числу научных публикаций, индексируемых в Web of Science, Москва занимает 11 место среди городов мира и второе место в Европе, уступая только Лондону. По числу ведущих вузов, представленных в международных рейтингах QS, ZARW, Москва занимает 5 место среди городов мира. За период 2014-2018 года число научных публикаций авторов из Москвы выросло на 47,6% по сравнению с периодом 2009-2013 года. История. Первые научные исследования в Москве начали проводиться в Московском университете с 1755 года. В XIX веке при университете стали возникать научные сообщества, изучавшие историю России, медицину, физику, русский язык и другие науки. В 1828 году в Петербурге учреждается Румянцевский музей, крупное собрание книг, монет, рукописей, других этнографических и исторических материалов, который уже в 1861 году переводится в Москву, а в 1924 году на его базе создается Государственная библиотека СССР им. В. Ленина. С 1992 года – Российская государственная библиотека. В XX веке в Москве начала формироваться сеть отраслевых научных учреждений. В Москве появились Всесоюзный институт минерального сырья – 1904, Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского, ЦАГИ – 1918, Физико-химический институт им. Л. Я. Карпова – 1918, Московский технический университет связи и информатики – 1921, Институт атомной энергии им. Курчатова – 1943, Институт теоретической и экспериментальной физики – 1945, и другие. В советские времена в Москве стала сосредотачиваться академическая сеть. Были созданы или переведены в Москву – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина, 1929, Академия наук СССР, Президиуман СССР, переведена из Ленинграда в 1934 году, Академия медицинских наук СССР, 1944, Академия педагогических наук РСФСР, 1943. Образование Высшее образование Москва является одним из важнейших образовательных центров России. С момента образования первого высшего учебного заведения страны – Славяно-Греко-Латинской академии – в городе сосредоточилось значительное число объектов просвещения. В 1755 году по инициативе Шувалова и Ломоносова был основан Московский университет, старейший и самый известный в России. По данным на конец 2009 года в Москве насчитывалось 264 высших учебных заведения, из них 109 государственных или муниципальных и 155 негосударственных. Численность студентов составляла 1281,1 тысячи человек. 11 московских вузов имеют статус национальных исследовательских университетов. В Москве насчитывается порядка 400 библиотек, среди которых старейшая публичная библиотека России, научная библиотека МГУ, и крупнейшее книгохранилище в стране – российская государственная «Ленинская» библиотека. Среднее образование. По данным на конец 2010 года в Москве насчитывалось 1727 общеобразовательных школ, 1588 государственных и 139 частных. В городе 168 средних специальных учебных заведения, 154 государственных и 14 частных. Имеется 2314 дошкольных образовательных учреждения. Общество Религия Москва – центр Русской Православной Церкви, Русской Православной Старообрядческой Церкви, Русской Древлеправославной Церкви, Российского Союза и евангельских христиан-баптистов и других динаминаций. В Москве представлены все основные мировые религии. Официально в городе зарегистрировано более тысячи религиозных объединений и организаций, представляющих более 50 различных вероисповедных направлений. В Москве есть около 260 объединений и организаций, 42 молитвенных дома, прочие религиозные направления, около 15 культовых объектов. Кроме того, в Москве насчитывается 45 религиозных центров, 10 духовных учебных заведений и столько же монастырей. Преступность Число зарегистрированных убийств и покушений за 2006 год в Москве на каждые 100 тысяч человек постоянного населения составляет 11,4, тогда как в среднем по стране этот показатель равен 20 зарегистрированным убийствам в год на каждые 100 тысяч человек постоянного населения. Отмечены случаи рабства. В 2007 году процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений составил 36,8%. Это худший показатель по России после Санкт-Петербурга – 25,5%. По итогам 2016 года раскрываемость убийств составила 84,5%, раскрываемость изнасилований достигла 95,3%. В целом же уровень преступности в Москве остается высоким, хотя и сократился на 23,5%. В периоде с января по август 2017 года в Москве зарегистрировано более 90 тысяч преступлений, что является самым высоким показателем не только в ЦФО, но и во всей стране. За тот же период было зарегистрировано более 26 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, из них раскрыты не более 10,5 тысяч. Для сравнения, за тот же период в Республике Дагестан зарегистрировано 2,5 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, из них раскрыто чуть более 2 тысяч. Здравоохранение. В Москве насчитывается 1857 больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений. Из них в городе функционируют свыше 250 клинических больниц и больниц скорой помощи. Также в городе насчитывается 64 стоматологических поликлиники, 19 родильных домов, около 20 домов ребенка. В Москве действует сеть из более чем 1700 амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе 256 детских. По официальным данным, средняя продолжительность жизни в 2015 году составляла 76,8 года. В 2016 году показатель вырос до 77 лет, предполагается, что в 2018 году он составит 78 лет. Кладбище. С ростом и развитием города территория ряда кладбищ была сокращена, а некоторые были уничтожены. В настоящее время в черте города находятся 63 действующих кладбища и 3 крематория, Митинские на территории Митинского кладбища, Николоархангельские рядом с Николоархангельским кладбищем и Хованские на Хованском кладбище. Культура и искусство Москва – крупный культурный и туристический центр Европы и мира. Московский регион имеет один из богатейших в России историко-культурных потенциалов. В Москве много интересных мест, это как различные историко-культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная инфраструктура. Современная Москва насчитывает более 100 театров. Наиболее известные из них – Большой театр, Малый театр, МХТИМ, Чехова, Современник, Ленком, Театр на Таганке, Театр Петра Фоменко. В городе имеется более 60 музеев. При участии Московского государственного университета в Москве были открыты политехнический, исторический, зоологический музеи, музей антропологии, музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, ботанические и зоологические сады, московский зоопарк. Среди множества музеев столицы также следует отметить Третьяковскую галерею, основанную русским меценатом, чье имя навсегда запечатлено в названии музея. Имеются крупные выставочные пространства, Центральный дом художника, Выставочный зал, Манеж, Идере. Помимо государственных музеев в Москве действует множество частных художественных галерей, многие из которых специализируются на современном искусстве. В Москве работает несколько крупных сетей кинотеатров, в общей сложности более 100 кинозалов, в прокате которых имеются российские и зарубежные кинофильмы. Многие кинотеатры представляют собой мультикомплексы, позволяющие одновременно показывать несколько фильмов на разных экранах. В Москве расположены многие крупные киностудии, Мосфильм, киностудии имени М. Горького, Союзмультфильм, и другие. Ежегодно проходит Московский международный кинофестиваль. В городе действует более 400 библиотек, включая Национальную российскую государственную библиотеку. В Москве расположено много различных ночных заведений, клубов, баров, ресторанов, варьете. Например, по данным сайта «Афиша», в столице насчитывается не менее 400 клубов. Основные заведения концентрируются внутри Бульварного кольца, вдоль Тверской улицы, в районе Остоженки, Нового Арбата, Кутузовского проспекта и других. В Москве работают 9 заведений, удостоенный звезд Мишлен, одной из высших кулинарных наград в мире. Примыкающий к Тверской театральный проезд в районе Китай города – место расположения большого числа бутиков. До 1 июля 2009 года, даты вступления в силу законодательства об ограничении горного бизнеса, в Москве работало большое число казино, игровых клубов. В Москве масса возможностей для детского досуга. Самые известные места, которые москвичи и гости столицы посещают с детьми – Московский зоопарк, Московский планетарий, Музей занимательных наук Экспериментаниум, Биологический музей имени Каа Тимирязева. В 2015 году на территории ВДНХ был открыт Океанариум – Москвариум. В Нагатинской пойме совместно с компанией DreamWorks строится новый парк развлечений мирового уровня – Остров мечты. В последнее время ведется модернизация и реконструкция московских парков, они становятся более удобными для прогулок с детьми за счет развитой инфраструктуры. Во многих парках работает прокат велосипедов и роликов. Также в 2015 году в рамках программы благоустройства в Москве было отремонтировано более 12 тысяч детских площадок. В 2019 году Москва получила туристическую премию от World Travel Lavardes в номинации World's Leading City Destination 2019 – Лучшее туристическое направление. Город. Физкультура и спорт. В Москве действует много спортивных сооружений. Среди них более 200 бассейнов, около 40 дворцов спорта, свыше 30 стадионов, рассчитанных более чем на 1500 мест, более 20 крытых ледовых арен, 2700 спортзалов, около 150 детско-юношеских спортивных школ, велотрек и единственная в мире находящаяся в черте города Олимпийская велотрасса в Крылацком. В Москве есть две арены для проведения скачек, центральный московский ипподром и конно-спортивный комплекс «Битца». Многие из спортивных сооружений были построены или реконструированы к проведению 22-летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году, в число таких сооружений входят комплексы «Лужники» и «Олимпийский». С 1960 по 1994 в городе функционировал крупнейший плавательный бассейн под открытым небом «Москва». В 1990-е годы большинство крупных стадионов и спортивных комплексов переживали не лучшие времена в своей истории и, как правило, спортивные мероприятия на них почти не проводились, вместо этого, на их территории организовывались вещевые рынки. Некоторые же спортивные сооружения стали коммерческими фитнес-центрами, такая судьба случилась, например, с бассейнами «Правда» и машиностроительного завода «Рассвет». Баскетбольные, гандбольные и мини-футбольные соревнования чаще всего проходят в УЗГ ЦСКА и во дворцах спорта «Динамо», в Крылацком и на улице Лавочкина. Соревнования по плаванию и теннисные турниры чаще всего проводятся в комплексе «Олимпийский» или «Лужниках». Хоккейные игры проводятся в достаточно старых дворцах «МСА», «Лужники», «Сокольники» и «ЛСК ЦСКА». В 2006 году был открыт дворец спорта «Мегаспорт». Также ведется реконструкция территорий и находящихся на них стадионов «Динамо», «Им», «Эстрельцова» и «Лужники». В августе 2014 года был введен в эксплуатацию стадион «Открытие арена», в августе 2016 года «Арена ЦСКА», в 2017 году была завершена реконструкция стадиона «Лужники». Наряду с этими стадионами матчи Премьер-лиги принимает еще один футбольный стадион в Москве «Локомотив». Помимо непосредственно сооружений, предоставляющих возможность проведения различных мероприятий, в городе располагается огромное количество спортивных организаций, среди которых выделяются такие известные футбольные клубы, как «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Торпеда» и «ЦСКА», хоккейные клубы «Динамо», «Спартак», «ЦСКА», баскетбольные клубы «Динамо» и «ЦСКА», мини-футбольные клубы «Динамо», «Дина», «ЦСКА» и «КПРФ». Во второй половине «Экс-Экс» и в первых двух десятилетиях 21 века Москва принимала следующие крупные спортивные соревнования и турниры. С 1967 года проводится ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой «Кубок Первого канала», ранее известный как «Турнир на призы газеты «Известия». В 1973 году в городе прошла летняя универсиада. В 1979 году, 2007 и 2016 году в Москве проводился чемпионат мира по хоккею с шайбой, в 2016 году, вместе с Санкт-Петербургом. В 1980 году Москва принимала 22-летние Олимпийские игры. В 1986 году первые игры доброй воли были проведены в Москве. С 1990 года проводится теннисный турнир «Кубок Кремля». В 1998 году первые всемирные юношеские игры проводились в Москве. В 1999 году финал Кубка Уэфа состоялся на стадионе «Лужники», а в 2008 году там же – финал Лиги чемпионов Уэфа. В 2005 году и 2011 году Москва принимала чемпионат мира по фигурному катанию. В 2013 году прошел чемпионат мира по регби-семи. В 2013 году в городе состоялся чемпионат мира по легкой атлетике. В 2017 году в Москве был проведен ряд игр Кубка Конфедерации по футболу. В 2018 году в Москве были проведены 12 из 64 матчей чемпионата мира по футболу, в том числе и матч открытия и финальный матч. Матчи в Москве принимали два стадиона – «Лужники» – семь матчей, и «Спартак» – пять матчей. Возле здания МГУ во время турнира была размещена фан-зона для болельщиков. Архитектура и достопримечательности Москва – важный туристический центр, привлекающий гостей сохранившимися памятниками русской архитектуры, ряд из которых включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, развивающейся современной развлекательной инфраструктурой. В городе довольно крупная и развивающаяся сеть отелей и гостиниц, представлены крупные мировые гостиничные бренды. Планировка Москва издавна строилась с использованием радиально-кольцевой планировки. Таким образом, город состоит из нескольких идущих от центра улиц, в том числе Тверской, и Колец, три транспортных, МКАД, Садовое, Третье транспортное, а также Бульварное кольцо. Московский метрополитен построен по тому же принципу. Кольцевая линия и Московское центральное кольцо имеют станции пересадок на радиальные линии, которые связывают центр Москвы с окраинами, также продолжается строительство второго подземного кольца метрополитена. Одна из важнейших торговых улиц в Москве, Тверская, проходит от Манежной площади через Тверской район, пересекает Бульварное кольцо в районе Пушкинской площади и заканчивается на Триумфальной площади. Ее продолжение, первая Тверская и Ямская улица, переходят в Ленинградский проспект около Белорусского вокзала. Мосты Москва расположена на реке Москве, по городской территории протекают и более мелкие реки, поэтому город располагает большим количеством мостов. Самые известные из них – Большой каменный мост и Малый каменный мост, Крымский мост, Живописный мост. Московский Кремль и Красная площадь Исторический центр Москвы – Московский Кремль. Свой нынешний вид стены и башни крепости приобрели еще в 17 веке. В наше время Кремль служит резиденцией президента России, на его территории находятся многочисленные храмы и музеи, ансамбль Московского Кремля входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение Кремля ограничено музейными зонами. С восточной стороны к Кремлю примыкает самая известная площадь столицы – Красная площадь. Ее окружают Покровский собор, средние торговые ряды, здание ГУМа, собор Казанской иконы Божьей Матери, Воскресенские ворота, ведущие на Манежную площадь, исторический музей. К площади примыкают Никольская, Сенатская и самая знаменитая «Спасская башня» с курантами. У Кремлевской стены возведены некрополь, мемориальное кладбище, и мавзолей Ленина. Также на территории площади находится лобное место и памятник Минину и Пожарскому. За исключением особых случаев, проезд кортежей высокопоставленных чиновников через Спасские ворота, подготовка к проведению торжественных мероприятий, профилактические работы и тому подобное, площадь находится в круглосуточном доступе для жителей и гостей столицы. Рядом с Кремлем, в Александровском саду, у могилы неизвестного солдата, находится пост номер один почетного караула, главный караульный пост страны. Памятники архитектуры. Среди множества достопримечательностей города можно выделить ряд уникальных мест и строений, обладающих мировой известностью. К их числу без сомнения можно отнести Большой театр, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Третьяковскую галерею. Нельзя не упомянуть памятники архитектуры, причисленные к объектам мирового наследия ЮНЕСКО, это Новодевичий монастырь и усадьба Коломенская. Уникальными в своем роде строениями являются гиперболоидная конструкция Шуховской башни и Останкинская телебашня, удерживавшая статус самого высокого здания в мире на протяжении восьми лет. При Юрии Лужкове Москва потеряла множество архитектурных и исторических памятников из-за их замены копиями, такими как копии гостиницы «Москва», «Военторга» на Воздвиженке. Под угрозой находится культурно-историческая среда Москвы в целом. СМИ С 1702 года в Москве и Санкт-Петербурге издавалась первая в России печатная газета «Ведомости», «Ведомости московские». В настоящее время в Москве регулярно издается множество газет и журналов различной направленности, общегородские, информационные, развлекательные, рекламные и ДР, районные, газеты округов, районов и других муниципальных образований. По состоянию на 2011 год, в Москве вещало 57 радиостанций, 6 на УКВ и 51 на ФМ, радиоканалов, на 2017 год, в диапазонах УКВ, 66-74, 88-108 МГц, СВ, 612 и 738 КГц, ДВ, 153 171 198 и 261 КГц, прекратили работу, и КВ, РВМ эталон времени, 4996, 9996 и 16996 МГц, средних, длинных и коротких волн. Большинство из них передавалось с Останкинской телебашни и с радиомачты в Балашихе, для сравнения, в Нью-Йорке было 82 радиоканала. Регулярное телевизионное вещание в городе началось с 1939 года. В городе вещает 24 телевизионных канала, как федеральные, так и ряд региональных, все федеральные каналы, кроме Петербург, Пятый канал, вещают из Москвы. С 1980 года в Москве начались передачи из Ленинграда. Для ретрансляции телевидения используются передатчики и антенны, Шаболовка, Останкино, Октябрьское поле, Софрино. Почетные граждане города. Звание почетного гражданина Москвы было введено в 1866 году, упразднено после Октябрьской революции 1917 года, восстановлено в 1995 году. За весь период своего существования присваивалось 24 раза. Среди удостоенных этого звания были хирург Энн и Пирогов, меценат П.М. Третьяков, патриарх Алексий II и другие выдающиеся москвичи. В настоящее время звание почетного гражданина Москвы носят композитор А.Н. Пахмутова, строитель В.Е. Капелев, деятель науки В.А. Садовничий и советский государственный деятель В.Е. Долгих. Мероприятия, проводимые в Москве. В Москве и пригородах ежегодно или раз в несколько лет проводится много крупных культурных и спортивных мероприятий, различных выставок и фестивалей. Среди наиболее известных и посещаемых из них – Московский автосалон, Московский международный кинофестиваль, Кубок Кремля, Архмосква и Международный авиационно-космический салон, проводимый в Ближнем Подмосковье, Жуковский. Дважды в Москве проходили Дельфийские игры, Международного масштаба Первые, 2000, Москва, и Всероссийского масштаба КСИ, 2012, Москва. Москва в произведениях искусства Многие советские, зарубежные и современные российские композиторы и певцы посвятили свои песни Москве. Как в советское, так и в постсоветское время было снято много кинофильмов, сюжет которых разворачивался в Москве, и зритель мог увидеть город с экрана кинозала или телеэкрана. В Москве проходят съемки многих современных сериалов. Москва в астрономии В честь Москвы назван астероид «787», Москва, открытый 20 апреля 1914 года российским астрономом Григорием Неуэмином в Семейской обсерватории. На обратной стороне Луны находится море Москвы. Города-побратимы У Москвы есть много городов-побратимов. Большая их часть появилась в 1990-е годы. Первыми городами-побратимами стали Берлин и Буэнос-Айрис в 1990 году, с Веной были установлены партнерские отношения уже в 1956 году. Кроме того, у Москвы имеется и город-партнер – Париж.